Друзья, всем привет! С вами Палет. Вернулась Кармен в таком настоящем уже докторском халатике. Хотя, мне кажется, сейчас врачи уже никто не ходит в халатах. У всех есть прекрасные медицинские костюмы. Я же ставила в настройки отключить все звонки телефонов. Но каким-то образом Наира прорвалась и сообщает о том, что Пруди замечательная. Ну да, видимо, о Пруде идет уже молва по всему глазболту. Может быть, Наира тоже хочет вступить в этот клан. Я все-таки отключу сейчас в телефонах звук. Больше всех меня сейчас волнует Пруди, потому что Пруди сегодня идет на работу уже через 3 часа. А нам теперь, учитывая 2 рабочих дня в неделю, каждый день ценен просто как алмаз, ограненный всеми гранями. Ребенок, как всегда, голодный. Никто его не кормит. Поэтому я думаю, что если Пруди почитает какую-нибудь книжку про любовь, например, как ее заманить, она подчеркнет для себя рецепт, как бы заманить уйца. У нас ведь наверняка и уже отношения упали. Да, видите, как романтика снизилась, а была максимальная практически. Любит кошек. Похоже, он не кошек любит, а кошечек. Меня вот, честно говоря, не волнует совсем Шепард. Во-первых, потому что, ну вот, чего ты пришла женщина? Ну, кому ты нужна? Не волнует Шепард, потому что у него глаза кареют. Да, и Юда, по-моему, особо не парится без мужика. А вот Упсика, ну как хочется Упсика. Мне же, видите, из-за этого тормозится рождение третьего поколения. Я не хочу больше ребенка для Герды и для Штефана. Раз уж ты пришла, Анви, ты даже никому не подруга, ты даже Герде не подругу, которая весь город в друзьях, тогда уж Герда иди, получи у нее голос. С паршивой овцы хоть в шерсти клок. Мне вот совсем это не нравится, что приходят левые симы с генериной игрой, и приходят те, кто нам нужен. Это как-то совсем несправедливо. Упс, идет, Упс, идет. Прути, сейчас идти на работу, да что же это за невезуха? Ну, это просто какой-то кошмар. Прути, Прути, ну что же делать? Никаких романтических действий с ним делать. Ну, иди хотя бы массаж ему сделай. И Кармен рожает. Ну, конечно, у нас же все происходит одномоментно. Нет, пусть Кармен немножечко помучается от схваток. Меня сейчас больше вот эта парочка волнует. Мы не будем ему жаловаться на личную жизнь. Мы спросим у него, где он работает. Может быть, он космонавт и улетает в космос. Может быть, он все это время был на орбите. Прути, ты уже дойдешь, а ты так долго ждала этого мужчину. Ты должна бежать, просто сверкая пятками. Привет, Упс. Ты, наверное, все-таки услышал, что мой папа умер. Как свои дела? Он безработный. А может быть, он пригрелся под бочком какой-нибудь богатой дамы. Мне кажется, он смотрит на пруденцию без любви. А теперь посмотрите, как она на него смотрит. Прути выглядит замороженной, но ее колбасит. Ее трясет внутри. Она просто боится заговорить, потому что она боится, что ее прорвет рданиями. Вот только представьте, она день и ночь навязчиво думала об этом мужчине. И у нее была единственная надежда, что он просто не может прийти. Какие-то обстоятельства его останавливают. Хотя это никогда не может быть причиной. И вот она видит его вполне благополучного, сытого, немножко ленивого. Он даже не работает. Он просто не хотел ее видеть. На самом деле, все может быть совсем не так. Я вам просто пытаюсь рассказать, что происходит в голове у этой болезненно ревнивой женщины. Пытаюсь объяснить, почему она так странно и заторможенно себя ведет. Нет, ведь еще же надо скрыть, что она так уязвима и так зависит от него. Ты не работаешь, а чего не заходил? Да, ты знаешь, как-то вот занят был. Я ходил по собеседованиям, что-то просто мне ничего не приглянулось, какой-то трэш предлагает. Ну да, ты из богатой семьи, ты, наверное, можешь себе позволить не работать. Но я тебя очень ждала. А как же наши поцелуи, как же наши мечты быть вместе? Он угрюмый. Может быть, на самом деле Упс был в депрессии. Фруденси, ты бы не спешила делать выводы. Ну, ты бы еще вспомнила, как мы в первом классе сидели за одной партой. Ну да, это было давно, но ты все равно можешь просто по-дружески зайти. Я сейчас редко в офисе бываю. Я всегда буду тебе рада. Заходи, Упс, просто вспомним детство, вспомним нашу юность. Ладно, дорогой, мне сейчас надо уже бежать, меня там люди ждут. Да, я хоть тебя обниму напоследок. Да, к сожалению, сколько Пруди не флиртовала угрюма, в романтическое состояние ей прийти не удалось. Самое время родить ребеночка. Давай, моя дорогая, беги к люлечке. В воды отошли, кто-то стучится в наш жестокий мир. Так, я доктор, я все знаю. Дышим, дышим, тужимся, опять дышим. И Кармен рожает девочку. Конечно, лучше бы это был мальчик. Отца этой девочки, Аминхотепа, не случайно зовут таким сложным именем египетского фараона. Дело в том, что его отец был очень увлечен египетской культурой, всеми этими гробницами, египетскими богами, и передал это увлечение сыну. Поэтому Ами очень просил Кармен назвать их ребенка египетским именем. Поэтому эту девочку будут звать Милу. Это значит мягкость. По-моему, очень мило. Почти как Мяу. Да, у нас родилась малютка Милу. К банде Пруденсии прибивались все новые-новые мальчишки. И она всех проверяла на прочность. Пруденсия верит, что погружаться в работу надо с головой. И стажер доказывает, что он тоже не промах. Вдвоем Пруденсия и стажер выполняют в три раза больше работы. Рост продуктивности средней. Да, конечно, при таком режиме работы карточки шансов – это наше все. А кто у нас тут плачет? А кто у нас тут такой вонючий? Да, я твоя тетя, я уже опытная мама. Сейчас пеленочки тебе поменяем. Все будет хорошо, мамку не буди. У Манки завтра 8 утра на работу. И у нее на завтра 3 плановых операции. Вот с такой производительностью Пруди возвращается с работы. Если бы еще и карточки шансов не было, то это было бы совсем плохо и печально. Еще минимум 2 рабочих дня ей понадобится, чтобы повыситься. Жуть! А тем временем в класс болте наступило лето и 14-я неделя апокалипсиса. Сегодняшним воскресным утром Кармен особенно нервничает, потому что доктор Гордеев сообщил ей, что впервые Кармен доверили оперировать. Сейчас она покормит дочку и отправится на работу. Герда же с утра пораньше перед уходом сестры встала в стойку перед грушей. И вы посмотрите, как назло сегодня детский день. Почти все койки заняты детьми. Почему как назло? Потому что детей мы не сможем оперировать. Вот одна взрослая пациентка, и кто и подошел Егор Гордеев. Доктор Гордеев, вы что, мне все еще не доверяете? Она хочет поговорить с Егором, смотрите, быть дружелюбным. Я думаю, что я и сама смогу вылечить Талину Рамиш. Попробуем таким образом отвлечь доктора. Кармен решила обсудить с ним теории по медицине, и лучше всего это сделать на этом диванчике. Хотя нет, доктор Гордеев, мне важнее заняться Талиной Рамиш. Это просто какой-то квест, чтобы получить доступ к телу пациентки. Если вы помните, все предыдущие дни, несколько дней, ни одного ребенка не было на койках для медосмотров. Были одни взрослые, а сейчас одни дети, как специально. В больницу поступает вызов на дом, но Кармен не хочется терять на это время. Она бы хотела, чтобы доктор Гордеев, который опять подбежал к Талине, может быть, она ему нравится, или он боится оставлять ее одну. Так вот, Кармен бы хотелось, чтобы доктор Гордеев отправился на вызов, а ей бы дал закончить с этой пациенткой. Хотя, после анализа образца, ей предлагают три, об отце она думает, ей предлагают три диагноза возможных, и, к сожалению, ни один из них не требует операции. Вот что же нам делать-то? Даже единственный пациент, который стоит в очереди, и тот ребенок. Получается, нам сейчас надо терять время лечить кого-то из этих детей, чтобы освободить койку. Какой там вызов на дом? У Талины совершенно очевидно, либо озноб, либо ламовый грипп. Талина только что кашляла, поэтому Кармен ставит ей диагноз ламовый грипп. Да, диагноз поставлен. Вылечим Талину от гриппа, и будем надеяться, что к нам придут взрослые. Вот я вижу взрослого, сислый бенали. И чем же ты болен, сислый? Выглядишь ты не особо больным. Кармен решила сразу же проверить работу сердца. Она сислая на беговой дорожке. К сожалению, спал наш мудлет внимательности. Но будем надеяться, что она уже достаточно опытна, чтобы провести этот тест правильно, а не как обычно. Но, увы, тест не дал результатов. Доктор Гордеев, да что же это такое? Вы сегодня целый день меня контролируете. Вы подходите к каждому из моих пациентов. Вы будто бы мешаете мне. Кармен, не заводись. Ты не понимаешь, я просто обязан обсудить с тобой случай. Несколько дней назад мне был очень сложный вызов. Мы ездили к молодому манчу. И ты не представляешь, в каком состоянии мы его нашли. Оказывается, уже несколько недель он провел в постели, уткнувшись глазами в стенку. Он не переодевался, не раздевался, не мыл голову. Он только смотрел в стенку. Да, это было неплохое настроение. Это оказался случай тяжелейшей клинической депрессии. Я еле уговорил его начать принимать лекарства. И вот только сейчас ему стало немножко получше. Я все это тебе говорю потому, что важно обращать внимание не только на физическое здоровье наших пациентов, но и на их психическое состояние. Но это не значит, что нужно меня контролировать. А как звали того молодого манча? Я не хотел бы называть его имя. Но тем не менее я догадываюсь, о ком идет речь, подумала Кармен. Сегодняшнюю серию нужно назвать «Отгони от пациента доктора Гордеева». К сожалению, Кармен никаких выразительных симптомов у Сеслея не заметила, поэтому пришлось ввести его на рентген. Но сегодня у нас явно не будет никаких операций. Так, вот первое, что он сделал, замахал руками. Нам, правда, уже предлагают убедительный диагноз «Лучистые глаза, тройная угроза, раздутая голова». Да, после рентгена количество заболеваний снизилось до двух. Кармен бы, конечно, хотелось, чтобы это была тройная угроза, чтобы она могла прооперировать Сеслея. Но, к сожалению, единственным симптомом было то, что он машет руками перед глазами. Поэтому, вероятнее всего, это лучистые глаза. Давайте рискнем. Ну что, Сеслый, у тебя лучистые глаза? Ох, Кармен и сама заболела. Конечно, тут полно заразы, все заражают. Вот, вылечим Сеслый от лучистых глаз. И, к сожалению, операция Кармен сегодня не светит, потому что рабочий день заканчивается уже через два часа. Но, тем не менее, давайте попробуем поставить диагноз «Имане». Она потирает живот. Может быть, это ветры из мешки. Кармен решила допоздна остаться из-за «Иманы». Скорее всего, у нее ветры из мешки. Но вдруг это жжение в желудке, и она сумеет ее прооперировать. И Кармен уже хочется задушить доктора Гордеева. Я понимаю, ему, конечно, хочется поговорить про тот уникальный случай с Манчем. Но он на минуточку даже не хочет назвать точного имени. То есть, ему вроде и поговорить хочется, но в то же время он и не доверяет до конца Кармен. А нашей девице это не нравится. Три варианта диагноза предлагают Кармен – ветры из мешки и жжение в желудке. Ну, «Иманы», пожалуйста, продемонстрируй какой-нибудь симптом еще. Кармен уже и устала, и есть хочет. Доктор Гордеев, дайте мне сегодня работать. Вы воруете ценные минуты моего времени. Как бы Кармен не хотелось, чтобы это было жжением в желудке, это, вероятнее всего, ветры из мешки, потому что она улыбается и посмеивается. Да, увы. Ну что ж, Кармен, теперь ты будешь целиком зависеть от рандома. Вот за весь день тебе мало того, что одних детей засунули в клинику, так еще и ни одного пациента с операциями. Опять же, в предыдущие дни, если вы помните, многие диагнозы, которые Кармен ставила, требовали операции. Жизнь несправедлива. Но вы посмотрите на этого доктора. Он не дает вообще Кармен сегодня работать. Ну, в общем-то, Кармен не так и нужно знать имя Манча. Манча, она догадывается, что речь идет именно о любимом человеке и ее сестры. Но вот вопрос, хочет ли она об этом рассказать сестре. И в больнице остались одни дети. В такие моменты эту игру хочется взорвать. Хоть ни одной операции не случилось, но денег Кармен зарабатывает, как очень хороший доктор. Малышка моя дорогая, у меня сегодня не очень удачный день. Посмотрите, какая высокая производительность у Кармен. И ноль операций из трех. А это было достойным завершением дня. Видимо, на этой тарелочке решили, что Кармен слишком хороший доктор, чтобы оставить ее без исследования. Ура! Наконец-то взрослеет наш малыш. Взрослеет Дольф. Перехожу в генератор. Итак, наш капризный малыш будет растяпывая маму. Это отличная черта. А жизненная цель у Дольфа будет лучший бармен. И пока мы в генераторе, давайте для нашей МИУ, для нашей малышки, выберем печать Симагода. Какую же карьеру будет снимать МИУ? Спасатель. У меня нет этого дополнения. Дальше. Ученый. Отлично. Хотя я немножечко устала от открытых карьер, но ученый – это очень важная карьера. Она открывает нам путь к космосу и к свету, и еще к очень многим полезным функциям. Хорошо, МИУ будет ученым. Я просто молодец. Выбрала жизненную цель для взрослого, но не выбрала жизненную цель для ребенка. Какая же будет цель детская? Светский львенок. Единственная выполнимая жизненная цель. Итак, Дольф у нас шутник и проказник. И, конечно, ему для этого нужны друзья. Вот такой наш мальчик, желтенький. Малышом он был одет во все розовое, а сейчас такой желтенький цыпленок грустит по поводу неотмеченного дня рождения. Малышик, ты прекрасно себя чувствуешь, поэтому, я думаю, тебе нужно не книжку читать, а сделать домашку. Прутенсия очень переживает, что не стать ей крестной матерью до старости, поэтому неплохо бы освоить грушу. Потому что совсем неизвестно, как пойдут дела у Кармен, которая общается сейчас с инопланетным разумом. Ей бы тоже нужно форсировать фитнес. Ее карьера настолько зависит от рандома. Пруди, ты тоже выспалась за день, ну да, у тебя ночной образ жизни, поэтому, я думаю, сейчас ты немножко постучишь по груши и поможешь племяннику. И кто к нам бежит такой пылающий, и главное, почему он бежит откуда-то отсюда? Я заметила, сейчас призраки стали прибегать с улицы. Но если это еще можно объяснить относительно Глории... Смотрите, он прибежал и рыдает по жене. Да что ж ты рыдаешь по жене, ты же уже вместе с ней. Глория умерла вот здесь. Если вы помните, понятно, почему она приходит с улицы. Ну, Макс-то почему бежал с улицы? Ты же умер дома, в своей спальне наверху. Ну, привет, Максик, как тебе там на том свете живется? Мы по тебе скучаем. А дед-то первым делом бросился к уночке знакомиться, даже мамке не дает подойти, покормить ее. А что ты такой разъяренный? Ну, хотя это же Макс, это же надо знать Макса. Думает, наконец-то, Симовоз, ты меня перестал контролировать, и я смогу дерзить и злиться, сколько захочу. О, что-то я давно не видела этого осьминога под кроватью. Ну, давай попробуем с ним познакомиться. Дольф подружился с чудовищем с первого раза. Я вообще такого ни разу не видела. Харизматичный у нас, однако, малыш. Дольф, возможно, твоя двоюродная сестричка Миу станет великим ученым, и у нас появится возможность повесить волшебные светильники. Тогда вас, детишек, не будут пугать никакие чудовища. В понедельник сегодня на работу идут Герда, Нилда и Штефан. У Герды так себе производительность, она, наверное, не получит повышения. Но все равно я думаю, что у Герды есть надежда, вся надежда закрыть карьеру, потому что ей еще целых 10 дней до возраста взрослого, а она уже на восьмом уровне карьеры. Молодец, Гердочка, ты можешь не особенно напрягаться. Кстати говоря, Нилде тоже 10 дней до взросления, потому что Герда у нас омолодилась за счет беременности, но Нилда только на шестом уровне карьеры. Может быть, она сегодня получит повышение. Очередной понедельник, очередная оплата счетов и очередной расчет с мафией, когда уже это кончится. Отдаем все деньги семье Ланграб. Но, конечно, когда снята карьера бизнес-инвестор, это все не так критично, это не так страшно без этой карьеры, когда бывает, что действительно не на что даже еду приготовить. А здесь всегда можно продать детальку и вуаля, у нас опять есть миллионы. В мэрии Герде предлагают пройти тренинг личностного роста, который называется «Ах, какое блаженство знать, что я совершенство». Хотя она относится к этим тренингам с большим скепсисом, но понимает, что все-таки это пиар, она познакомится там с новыми людьми, с новыми избирателями, к тому же это за счет компании, поэтому почему бы не пойти. Рост продуктивности средний. А Нилда размышляет, как ей провести обеденный перерыв и выбирает почитать о карьере в старых газетах. Рост продуктивности средний, ура! Ух ты, Пруди выловила фотоаппарат. Ой, как жалко, что мы не можем пользоваться. Но, знаете, я даже не буду его продавать. Я его выложу на полочку. Когда-то мы сможем сделать семейные фото. Вернулись мои политики. К сожалению, Герда, ну капельку-капельку не дотянула до повышения. А посмотрите, как Штефан на нее смотрит. Штеф, ты почему так смотришь на жену? А, ее любят больше, чем меня. У нее наверняка больше избирателей. Возможно, Штеф карьерно завидует жене. Можно сказать, он ее всему обучил, а она так быстро набирает популярность. Но Доля говорит, родители, какие же вы у меня крутые, какие же вы у меня красивые. Я вас обоих так люблю, так люблю. Но все равно, мама, ты мой самый лучший, мой самый любимый друг. Дольф становится с мамой лучшими друзьями, и у него остается последняя ступенька этой жизненной цели. Но я что-то детей вокруг не вижу. Куда делись все дети? Ура, 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 повышение до тайный агент. Нилдочка, девочка моя. Нилда становится тайным агентом. В мире шпионов любой незнакомец – потенциальный убийца. Любая ситуация – потенциальная ловушка. Накачанная адреналином Нилда живет опасной и разгульной жизнью. Только я что-то разгола не вижу. Где все твои мужики? Где все твои любовники? И к нам приходит Фатима. Почему к нам только женщины ходят, а? У нас и так полный дом женщин. Нам нужны мужчины. Дольф себе классного другана нашел. Ланселот Лотарио. Смотрите, какой пацан прикольный, черноволосый, с зелеными глазами, из известной семьи. И уже один друг у Дольфа есть. Но, малыш, тебе пора домой. Комендантский детский час. Ланселот, ты обязательно заходи ко мне в гости. Вы представляете, за день малыш набрал девятый уровень общения. А Штефан тут конвейером тренирует бабс. Пруди уже оттренировалась. Сейчас надо жену понаставлять, а потом будет очередь Кармен. Вечером, когда Кармен с Пруди остались вдвоем, Кармен все-таки решила с сестрой поговорить. Пруди, ты знаешь, я долго думала, говорить тебе или нет, но все-таки решила, что ты должна знать. Я просто знаю, как ты убиваешься по поводу своего парня, но проблема не в том, в чем ты думаешь. Я кое-что узнала про Упса. Проблема не в том, что у него может быть другая женщина. Проблема в том, что он нездоров. Как нездоров? Ты что? Что с ним такое? У него биполярное расстройство. Это значит, что он склонен к затяжным депрессиям. А это то, что передается по наследству. Я помню, ты мне говорила, что хотела бы от Упса ребенка. Я вот совсем не уверена, что это хорошая идея. Ты хочешь, чтобы твой ребенок постоянно чувствовал грусть и печаль. Эндогенная депрессия – это очень страшное заболевание. Поэтому, может быть, и хорошо, что он пропал с поля твоего зрения. Я вот не уверена, что тебе нужен ребенок от этого человека. Да ты что, Кармен, я его люблю. Я его люблю в самой юности. Мы с ним родственные души. Мы давали друг другу обещания. Почему он мне ничего не сказал? Потому что это не те вещи, которыми хочется делиться с любимой женщиной. Будь к нему снисходительной. И 30 раз подумай о том, по-прежнему ли хочешь ты от него ребенка. А у нас тут бабушка Глория нянчит малышку Миу. Какая же это прелесть. Но вернемся к пруденции. Конечно, пруденция была ошеломлена новостью. Но, с другой стороны, у нее будто гора с плеч упала. А тут нужно понимать психологию болезненно ревнивой женщины. Да, ей проще перенести болезнь любимого мужчины, нежели то, что он предпочтет ей другую женщину. Но, конечно, пруденция для себя решила. Если Упс будет в состоянии и захочет быть с ней, ее ничего не остановит. Она будет с ним и будет рожать ему детей. Оставим моих девчонок на этой странной ноте, на этом перепутии. Вас, друзья, я благодарю за сопереживание, за то, что провели это время со мной. И мои Вентуриз ждут вас в следующей серии. Всем пока!